Сегодня создание выделенной полосы для общественного транспорта в условиях наличия всего двух полос в направлении центра Сочи представляется нецелесообразным. Специалисты считают, что иначе возможны образование заторов и повышенный износ полосы, остающейся для фонового транспорта, причем без реального прироста общей пропускной способности. Вместе с тем, это решение обусловлено и естественным перераспределением трафика между курортным проспектом и его дублером. Дублер полностью оправдывает свое название, разгружая главную прибрежную автодорогу курорта. Отмечу, что одна полоса курортного проспекта на участке от Пролетарского подъема до пересечения с улицы Черноморской в направлении Адлера, как и прежде, будет использоваться исключительно для движения общественного транспорта.